Дорогие друзья, сегодня первый выпуск моего видеоблока. И я буду рассказывать про фотоальбом. Фотоальбом Уильяма Эгглстоуна, который называется Spirit of Dunkirk. Или в переводе на русский Дух Дюнкерка. Я люблю этот альбом по нескольким причинам. Во-первых, цена. Ну, цена не сохранилась. Сейчас мы видим здесь цены, напечатанные прямо на обложке. Это 34 евро. А я купил этот альбом за 290 рублей. В то время, когда он продавался в центре современного искусства гараж. Когда гараж находился на улице Образцова в Москве. Лежал он в стопке таких же ненужных никому уцененных фотоальбомов. И очевидно, что книжный магазин гаража испытывал трудности с реализацией вот этих альбомов. И я подумал, ого, Уильям Эгглстоун за 290 рублей неплохая сделка. И чуть не купил два. Но в итоге приобрел только один фотоальбом. Чуть позже гараж переехал в парк культуры имени Горького на место бывшего лунопарка или раздевалки катка. А мне в память остался о гараже вот этот фотоальбом. Альбом приятного и вполне уместного квадратного формата. Квадратный формат хорош тем, что он позволяет располагать как горизонтальные, так и вертикальные снимки вполне себе гармонично. Без ущерба ни для тех, ни для других. И если вы хотите делать, например, свой собственный альбом, в котором будут как вертикальные, так и горизонтальные кадры, квадратный формат вполне можно себе и вам рекомендовать для этого. Вот. Отдельного внимания заслуживает исполнение обложки. Обложка, хотя и мягкая, но вот сделана в два слоя складывающихся. Это делает обложку почти твёрдой и в то же время экономит на стоимости печати, потому что, как вы понимаете, твёрдая обложка это как минимум треть стоимости фотоальбома. Что касается самого материала, то это обычная для Эгглстона прямая фотография простых объектов, в частности, если мы говорим о Дёнкерке, то это фотографии какой-то индустриальной жизни, грузовые контейнеры, куча песка, след от протектора на песке и так далее. То есть, тот способ смотреть на вещи, которые он практиковал всю свою жизнь и называл демократичной камерой. Демократичная камера – это камера, которая не видит чего-то как более или менее важного. ну, естественно, это тот подход, который является полностью противоположным подходу, который называется решающий момент. То есть, та концепция, которую разработал другой известный фотограф французский Андрей Картей-Брессон и которому следовало несколько поколений авторов и многие авторы следуют до сих пор. Так вот, Уильям Эгглстон придерживался совершенно другого подхода. Он не считал, что среди множества объектов надо выбирать какой-то специальный объект, который позволяет почувствовать его каким-то специальным особым образом, но в противоположности этому снимал обыденную простую жизнь с ее простыми предметами. ну и конечно мы узнаем прекрасный цвет характерный для Эгглстона. Эгглстон всю жизнь снимает на пленку обычно на средний формат, хотя не только на средний формат. И вот здесь все в этом альбоме присутствует. что еще можно об этом сказать? Ну еще можно конечно сказать отдельное спасибо Мэру Дюнкерка, который позволил себе такой культурный проект. Мне кажется, что например Москва могла позволить себе сделать таких альбомов если не сотню, то уж точно десяток с авторами любого калибра и это был бы колоссальный вклад в историю как Москвы, так и в историю изобразительного искусства. Но к сожалению пока этого не происходит. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся. Увидимся.